Всем привет, друзья! С вами Барон. Я в предыдущей серии купил себе домик, купил себе новый автомобиль, ну так сказать, ниже классом, чем Хантли, но... Но всё же. Оплатил свой дом на месяц, заранее на месяц, чтобы он мне не слетел, ещё нужно на одиннадцатом дом оплатить будет. А иначе на одиннадцатом дом банально слетит. Так, Хуго Шут мне уже пишет, ёлки-палки. Ребят, я только зашёл, как бы у меня уже... А, ну а иди, сока, второй, понятно. Кстати, вон ещё какой-то дом стоит по ГОСу, вон вдали дом стоит по ГОСу, ёпта. Воё моё. Ребят, я с каждым днём, с каждым разом просто удивляюсь сам ПРП, как могут стоять дома по ГОС-цене. Я понимаю, вот, ну, этот дом, он четыреста пятьдесят тысяч стоит, или четыреста двадцать? А, триста тысяч, ну это Д-класс, да, я понял, это Д-класс. Обратно я до своей машины добегу. То есть, ну, Д-класс, он особо, как вы, думаю, знаете, на одиннадцатом никому не нужен. Потому что в предыдущих сериях вы тоже видели то, что была такая жопа, то, что просто стояли дома по ГОС-цене. И такое часто происходит, частое явление. Люди с одиннадцатого сервака уходят, дома стоят банально уже по ГОС-цене, а даже в гетто, как вы можете заметить, вон в Глене дом стоит по ГОСу. Ребят, вы что, вообще с ума сошли? Два дома по ГОСу! Ребят, вы чё? Ну, ни хрена, ну, ни хрена, ну, ни хрена, мудак тупой, олень. Просто я в шоке, ребят, просто в шоке. Там один, тут два, это уже три дома по ГОСу, я только зашёл. Там ещё один, то есть четыре, тут пять. Просто жесть. Я не знаю, это было бы, если так, на ноль, там, первом или четвёртом, тут бы такая просто битва была. О, шесть домов по ГОСу, шестой нашёл. Но этот лям стоит, я как понимаю. А вернее, как я помню. Да, он миллион вроде стоит, или шестьсот где-то тысяч, короче, где-то около того. Сейчас посмотрим, сколько стоит данный дом. А, нет, семьсот, ну, я и говорю, где-то шестьсот, вот так вот, миллион. В порядке, в порядке этом. Я потому что его брал, я его по ГОСу брал. Он раньше по одолям стоил почему-то. Как-то я его за одолям брал, но это было на 0,8 серваке. Может, там цены выше на дома ГОС, не знаю. Помню, как Аль Капоне сделал на Грув Стрит себе дом из класса, и потом слил его в ГОС. У вас 240 купили по ГОСу. А продать хотели за 30 лямов. Не продали, я так понимаю. Так, что ж, ребят. Не будем считать дома по ГОСу. Понятно то, что их здесь кучу. Будем продолжать жить на сам ПРП, так сказать. Будем сейчас вступать в банду. Почему именно в банду? Потому что я живу в гетто, ребята. И пока я не переселюсь в какой-нибудь другой район, не опасный, я буду в банде состоять. Так, у меня есть один выбор. Либо Ацтеки, либо Рифа. Балас я был. Много неадекватов. Рифа. Админ. Держит все территории. Так, ну я не знаю, у них есть воины? Нет. О, ну состав вроде есть. Давай. Мужики. Главы есть. Ну что, господа. Так. Что-то как-то главов нету. Так, стоп. Топкон. Это мы отключим. Чтобы никто мне не писал. Хотя тут мне мало пишет, он один чувак только написал. Вот, кстати, бывший админ, который снялся, которому все это надоело. Вроде такой, вы знаете, нормальный админ. Но со мной я особо не общался. Как-то не любил он людей. Вот, обычных людей. Это как Алмиида. То же самое. То есть, я ему написал, типа, здорово, Гайла. Он говорит, я с обычными людьми не общаюсь. Там ни в РК, нигде. Так что, обломать. Катя Брикс. Это у нас кто? Фред Брикс вроде у нас был. Админ. Он вроде и есть. Вот. Остался Катя Брикс. Ну да. Да-да-да. Тоже админ какой-то был. Да не ори ты, ё-моё. Давай уже это, принимай меня. Эх. Как давно. Как давно я здесь был. Как давно я тут играл. И как много изменилось. Вот многие меня поймут, которые уходили с АМПРП люди. Вы меня, скорее всего, поймёте. Потому что. Вот вы играли на другом сервере. Да. На другом проекте. А потом неожиданно пришли. И всё изменилось. Всё изменилось реально. Если вы были каким-то авторитетным чувачком. Всё. Поменялось в ту сторону. То, что правят какие-то нубы. Какие-то дауны. И вот именно так всё поменялось. В балос неадекватство. Дома банально стоят по госцене. И как бы. Потом. Ты уже не знаешь, что делать. То есть ты можешь купить себе. Не знаю. Один миллион вир там или два. Да. Задонатить. И всё. Ты богатый. Хотя, если подумать. Богатых людей на одиннадцатом серваке до хрена просто. Потому что. Очень много людей. У которых там сто миллионов. Очень много людей. У которых там триста миллионов. То есть. Раньше баг был с домами. Вот. Кто-то там набарыжил. Кто-то не набарыжил. Вот. Ну. Большинство конечно набарыжили. Кто-то там миллиард себе набарыжил. Кто-то два миллиарда. И по аккаунтам раскидали. То есть. А именно аккаунтами. У кого два компа было. Вот. Именно через наркоту. Перекидывали. То есть. Первый. Next ban. Будет прикольно. Если Brick забанит. Там Фред наверное всех на уши поднимет. Но если он не снялся ещё. Я потому что не знаю. Вот. Просто кидали себе. И основной аккаунт допустим банили. Там допустим оставалось 200 лямов. Да. Его банили. А 500 или 700 лямов. Они просто скидывали на другой аккаунт. Как известно. То что сейчас 1 миллион. Стоит. Где-то 150 рублей. У официальных людей. Ну как у официальных. Так просто у людей. Потому что нигде не сижу. Ни на каких там чит сайтах. Или ещё где-то. Я просто так вот на вскидку сказал. Потому что у меня знакомый продавал верты. Он конкретно на Адвансе продавал. Он говорит там 300. На СамПРП он говорит 150-100. Вот. Представьте 500 миллионов. Говнюк. 500 миллионов продать за 150 рублей. Ни хрена такие бабки. Да. Так. Ну чё. Где главы-то. Ёпта. Куда мне ехать-то. Так. 9+. Где ребят. Ё-моё. Так. Лидеры. ЛКН. ЛВА. Инструктора. Ацтек. Ну раз тут мне не отвечают ребят. Я скорее всего пойду в Ацтек. Это вот кто приехал. Девятка. Нет. Не девятка. Вроде на таких машин вы должны девятки только ездить. Ну хотя бичи тоже ездят. Девятка. Ну с ломкой вроде. Да ладно. С ломкой и не девятый ранг. Что-то новенькое. Так. Чё у нас там этот. Дир-дир-дир-дир-дир. По диру у нас ни хрена. Не зашёл у нас. Слей. Ну что ж. Поедем к Ацтекам. К Мигуэлю. Ацтеки вроде как. Эм. Да. Хотя стоп. Да. Хотя погодите-ка. Ну по сути я хочу выбрать именно. Рифу. Потому что они много держат территорий. То есть не придётся сильно напрягаться. Хотя Вагас тоже. Смотрите. Он Рифу нагибает как. Вагас тоже Рифу. Очень так нихреново нагибает. Очень. Жёстко. Играет Вагас. Ну это в принципе и к лучшему. Представьте нагнуть бывшего админа. Ну бывшего. Но. Был же админом. Как бы понимаете. Вот. Ну вообще кстати. Меня напрягло то что он сказал. То что банда у него нон РП. То есть нет такого РП. Судя по тому что это админ. Сразу понятно какой это админ. То есть это админ не за РП. Вообще по сути много игроков. Давних. Хотели. Чтобы сняли всех современных админов. Которые вот сейчас есть. И поставили бы старых. Кто у нас там был. Дмитрий. Я не помню уже знаете. Я уже конкретно вот не помню. Такой на языке вот крутится. А сказать. Не получается. Потому что не помню этих уже админов. Много было админов. Очень много было админов хороших. Вот. У меня в друзьях даже в ВК есть бывшие админы. Так вот добавил их. До сих пор там сидят кому-то за 30 лет. Кому-то за 40. Вот на меня Денис Фат. Вроде как он был майор армии. Который хотел получить квартиру. И уйти в отставку. Я так понимаю. Вот. Майор армии разумеется в жизни. В итоге. Как бы скорее всего он получил квартиру. И ушел. Я не знаю. Но он снялся с админки. Он снялся. Как он утверждает. По той причине. То что надоели люди. Которые постоянно что-то пишут. И пытаются его свергнуть. А пытались свергнуть его именно админы. Что-то типа того. Вот. Был такой рассказ. На самом деле я не понимаю таких людей. Которые пытаются кого-то свергнуть. Был админ такой. Dog Eliteon. Очень он арпешный админ. Очень такой странный. У него там телка была. Тоже такая Настя Eliteon. Я хер пойми вообще. Че там было. Че там происходило. Тоже админ такой был. Вот. Ну. Dog. Как бы. Dog собака. Да. Я написал там этой девке. Как бы. ВК. Типу. Как собака поживает. Вот. Он мне на этот пехот говорит. Слушай. Че ты там сказал. Повтори. Я говорю. Нет. Как бы. Оз. Чат. И. Ну. Жизнь. И. Игра. Не являются. Как бы. Доказательством. То. Что. Как тебя тут назвали. Вот. Ну. Чувака. Это за дело. В итоге. Так. Стоп. Меня. Че. Не зовут. Нет. Не зовут. Никого. Ну. Ладно. Я поехал. В итоге. Он меня чуть не забанил. Ну. По сути. Если бы он меня забанил. Его бы с админки сняли. Или выговор дали. О. О. Оп. Йонг. Меня принял. Все. Отлично. Оп. Шестерочка. Шестой ранг далее Это тоже хорошо, господа Ну что ж, ребят А теперь как раз таки начинается бандитская жизнь Что касаемо дока Он скорее всего уже снялся Админы долго не сидят на админках Либо они их продают Либо они их там просто теряют По каким-либо причинам Как например Денис Фат Кстати, Денис Фату я очень благодарен Потому что однажды он мне восстановил аккаунт Вот Как бы знаете как восстановил даже Я так сказать пароль-то знал Вот, я говорю, я знаю пароль Я могу сказать регистрационные данные Вот, а я с ним общался в скайпе И Получилось так То, что написав ему Он меня банально просто разбанил У меня до 2038 года было За взлом передачи, так сказать Вот, и он меня разбанил У меня там бабла кучу было Там вся вот эта вот машина Дом у меня был Ну дом слетел уже, разумеется Вот, машина по-моему была На тот момент еще дома там по 5 миллионов стоили Ну и в итоге получилось так То, что он меня разбанил Я ему очень благодарен Вот, реально Мужик Охеренный был То есть с ним пообщаться можно И без какого-либо Мата он общался То есть особо вот так, знаете Ну адекватный Чисто видно то, что адекватный Взрослый человек Сейчас же вот эти админы Которые сидят Они там тупо вот Бычат на всех подряд Они типа считают себя Просто богами сервера Фат он был такой, знаете Он админ вообще Прекрасный был Он банил Все справедливо Никаких там Подтасовок Ничего не было, так сказать Никого не банил За просто так Банил только за дело Кстати вон еще один дом По госу Ну вот так получилось То, что админы Его так сказать свергли Он Так сказать Задолбался Задолбался Просто уже Стоять на админке Жалко конечно Жалко Потому что таким админам Вообще админам Которые были раньше Надо было оставаться Им конечно по 30 лет было По 20 Потому что какие игры Но Они держали сервак Как надо То есть не было такого Что Они как-то Похерически Отвечали игрокам Не отвечали им вообще Насколько я помню Все вопросы Которые я писал Даже самые тупые Например Там вот я напишу Вот так вот Как дела друзья На данный момент Меня спокойно Могут кикнуть За офф топ Раньше же Спокойно админы отвечали Вообще Без каких-либо колебаний Они отвечали Типа все хорошо У вас как То есть админы Реально работали И не было такого Типа офф топ Там или еще херня какая-то Ну то есть Ну тут даже видите Тут даже игнор Тут даже не кикают Ничего То есть К игрокам Конкретно такое Пофигическое отношение Может конечно админов нет Я не знаю Но Какое-то вот такое отношение Не говорю за всех админов Конкретно Может кто-нибудь Ответил Но конкретно Который сейчас онлайн Они не хотят Отвечать вообще То есть вот так Да и чатаков Как бы не особо Бывает банят То есть вы пишете Там 158 Там Спаун кар Кстати вот Бондаренко Админ С которым я общался Который там В байк-клубах был Ну я общаюсь До сих пор Так иногда Кстати Вон сразу У нас три дома стоит Ну вот Нормальный чувак И как бы Как он рассказал Как вы думаю Слышали видео Посмотрите Кстати там Чуть ниже видео Посмотрите Там интервью С администратором Вроде как-то так Игра с администратором Скорее всего Вот И как раз таки там Он говорил То что Следил за одним чуваком 30 минут В итоге он его не забанил То есть Представьте Если бы каждый админ Следил 30 минут Это конечно что долго Да я не спорю Да и опять же Не факт то что Этот чувак спалится Ну опять же Как бывает Знаете как Бывает такое То что Админы смотрят 5 секунд Допустим Да на человека А потом просто Да их Этот Хер с ним Господи Ну читак Читак Потом сам спалится Может им Ошибку этот Выдаст Типа Читы не приватные Ну как сейчас Допустим Да У большинства школьников Читы разумеется Не приват И это банально Палится Это палец Античитом Вот Им там Ошибку Выдают Я не знаю Как там ошибка Ну допустим Вак Ну как В этом В кэске Там вся херня Вак Им Летит Админом И админы переключаются Сразу на этого человека Да и то не факт То что они переключаются Как то вот Сколько раз писал я И говорил то что Этот спидхак Этот гм Ни одного не забанили Конечно раньше было Там месяцев 5 назад Вот банили Трех читаков Я там написал Их забанили Вот Ну там админ мой знакомый был Вот Их забанили А Сейчас как бы не особо Понятно то что меня знают админы Я не спорю Да если я напишу там кому нибудь привет Там тому же лайву марку Тоже кстати нормальный админ Тоже нормальный админ Владимир нормальный админ Все админы вот с которыми Конкретно я общался Мне показались очень адекватными И очень хорошими админами Андреа Берман Тоже Ничего о нем плохого сказать не могу То есть конкретно есть админы Так сказать админы делятся на Две категории Твари и адекватные То есть Ну как школьники что ли Есть люди которые нормально общаются Разговаривают У которого там через слово мат У которого Обычно Каждый раз бомбит пукан Он там орет постоянно на всех Что то не по его Он сразу загорается Он сразу сгорает Там и начинает вопить Но Толку от этого нет То есть Так же вот делятся на две категории Ну понятно что с адекватными людьми Приятнее общаться чем С каким то бомбящим Дебилом Который Собственно Тупо орет И в его словах нет никакой Правда Никакой логики То есть Он орет и орет Ну пускай орет Господи То есть он ничего вам не сможет доказать А вы его сможете Банально унизить Потому что его интеллект Как правило Правен интеллекту Ну я не знаю Кого Какого животного Я не знаю Планктона к примеру Ну хрен пойми Да даже животного такого нет Ну потому что человеку ничего не может Он ничего не знает Ему насрать вообще Он в своем мире там каком-то живет И бомбит Но это ладно Не будем об этом говорить Потому что Мало ли что Вдруг кто-то скажет Да че это я вот бомблю Там Хотя такое вряд ли кто-то скажет Не думаю Будут хвастаться таким говном Но ладно Реально ребята Адекватнее Будьте И все будет хорошо Если есть конечно такие люди Которые любят поорать Побомбить Нахрен не надо Не случай стороны себя показывать В общем-то Админы как раз таки так и делятся То есть кому-то насрать вообще на игроков Кто-то тупо пост админа получил Кстати как интересно Я сюда заехал Вообще КПП открыто Вот А кто-то реально работает Кто-то вот добивался этого поста Кто-то прям вот годами играл Но их потом не любят те админы Которые как раз таки нихрена и не делают То есть они смотрят Так ты работаешь А мы по шапке за тебя получаем Потому что ты работаешь Мы как бы не работаем Вот И нам Дают по шапке главные админы Вот И как-то это не так Нужно я думаю Менять что-то Да давай не работай Ну а то чувак Нет Типа я поработаю Поработаю И в итоге его вот так вот Компромат какой-то делают И потом его просто снимают То есть такое тоже было С Фатом практически такое было Ну как я вам рассказывал Он писал на форуме вроде как Или где-то он писал В группе какой-то или на форуме Вот вроде на форуме Сампорп.су Ну вот Писал по поводу своего снятия Типа ребят Просто я уже устал Там что-то типа того Вот Я дословно не могу рассказать Потому что читал я это очень давно Но что-то там связанное Потом игроки говорили Что-то связанное с тем То что админ на него Бычили банально То есть он работал А они бычили Вот Хотя главный админ И быч на главного админа Я думаю это самоубийство Потому что он банально их снимет Скажет До свидания дорогой мой друг Потому что мужик серьезный был Как бы нет такого То что он как бы Ему Втираешь какую-то дичь И он спокойно на это реагирует То есть он Если что-нибудь не по его Он забанит И не скажет вообще ничего То есть даже Друга там подругу То есть банальный человек Играет Да он чувствует Так сказать Свободу что ли В игре То есть ему пофигу На всех и на все И живет Живет Играет в одиночку Как бы ничего такого нету Админит И все было хорошо Я не знаю Где он сейчас обитает Вообще Во что он там играет Может вообще не играет Жив ли он вообще Я хрен знает Я не узнавал это Да и скайп Я его уже Потерял давно Так что ребята Такие вот дела Не на самом деле Если говорить об админах Мне кажется Пошлое поколение админов Было намного лучше Потому что они Намного были умнее Намного были адекватнее И не было такого То что вот я пишу Допустим Ребята Меня там взломали Вот У меня там проблемы Надо мне этот помочь Было Было у многих Ну согласись Но было у многих То что вы писали админом Вас банально игнорили То есть А раньше спокойно бы Админы телепортировали Проверили И возможно даже Вернули ваш аккаунт То есть Там зашли в какие-то Данные сервака Там позвонили кому-нибудь И спокойно вернули вам аккаунт Сейчас же они его Банально банят И банально удаляют То есть Аккаунт другого человека Который Сам же вам написал То что его взломали Его просто удаляют Нахрена Вы хоть деньги верните Я не понимаю Вы хоть дома верните У вас зарплата Админы там сколько 50 тысяч Ну это конечно да Это мало Но все же Как бы хоть так Верните немного На первое развитие Нет Они просто удаляют То есть Нет такого То что Разбирательство Какого-то там Попытка восстановить Этот аккаунт Попытка там Что-то сделать Реальная помощь игроку То есть Такое сейчас редко бывает Большинство случаев Просто банят И удаляют аккаунт Если я свой аккаунт Дам другу Вот этого Коррена Допустим Или Брукса И потом напишу С Гарсимой Типа меня ломанули Его банально удалят Если кстати хотите Чтобы я это протестил Пишите в комментарии Если реально хотите Чтобы я протестил Восстановит ли мне аккаунт Попробует поговорить Со взломщиком Или же его банально Забанят и удалят Это будет Знаете Это даже сервак Будет такой Либо я сам куплю банально Аккаунт Или возьму у кого-нибудь И проверю Ну разумеется Не у вас Потому что Не хотел бы я Чтобы моих подписчиков Банили и удаляли Просто куплю аккаунт И зайду Здорово ребята Здорово А потом На знакомый Напишите Типа его взломали Ну вот И все вот так То есть Посмотрим Как что Реагируют админы И этот сервак Будет конкретно Не четвертый Не одиннадцатый Чтобы не было такого Типа там Ребят админы Там знали уже Чтобы там Оп Ни хрена Это что этот Надо его восстановить Чтобы показать На случай Стороны А будет так вот Незначай Так сказать Вот И посмотрим Потому что Была такая магия Меня как раз таки Когда вот ломали Вот И когда меня забанили Конкретно Не удаляли аккаунт Я в начале говорил Про фата Не удаляли аккаунт А забанили И когда я ему написал С первого левела То что я знаю пароль Я могу зайти на свой аккаунт Но он меня забанил Он его мгновенно Разбанил Он проверил меня по IP Он проверил Ну мой IP адрес Разумеется Он проверил Мой провайдер Он проверил Где я живу Там все Ну стандартные вопросы И он меня разбанил Вот это вот работа Он забанил аккаунт Как бы на сохранение Он сидел в бане Восемь месяцев Восемь месяцев Ребят Представьте Восемь Его забанили За Тридцать минут После того Как Взломщик И мои аккаунты здесь кто-то чекает, заходит Но суть не в том Прочекал и забанил До 2038 года Потом, когда я искал, типа пароль у меня есть Он его спокойно разбанил, я зашел Вот это вот работа, вот это я понимаю Но опять же Админы могут Восстанавливать аккаунты Если доказать то, что этот аккаунт ваш По IP вас там проверят, регистрационные данные Где регали, там какой Первый никнейм указывали Какой никнейм указывали, там типа Чтобы получил чувак там 100К У них есть данные, без проблем Потому что Все данные, ну как Например на взлом серваках, тоже там записываются В такой блокнот Там ваш никнейм, пароль IP защита, вся вот эта херота У вас есть, но она держится чисто Засекречена И у Там уже у Капоныча, у других там админов Таких вот спецадминов Как сейчас называют У них держится вся эта инфа И вот как раз таки Они спокойно могут Восстановить вам аккаунт Если конечно заморочиться Если они конечно не будут заняты Как правило такие ребята Они не занимаются ничем Вот, то есть такие вот ребята дела Такое, знаете, такое бывает часто И восстанавливают часто аккаунты И не восстанавливают Так что говорить тут конкретно о том То, что админы все хорошие Это как-то Так сказать, насрать свой огород Есть админы хорошие Есть админы плохие Как бы ничего сказать конкретно Ни о каких админах не могу Потому что Я и встречал о плохих Но они уже сняты давно То есть Все хорошие админы Я с ним знаком Вот Все они меня знают Всех я их знаю Вот А с такими обычными админами Ну они банально мне даже и не отвечают Как бы они сидят Себе там забились И банят 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 Тупо банят Даже на серваках Может иногда не появляются Вот Так что Вот так вот ребят Ну что ж Давайте на этом закончим Такая серия получилась Как вы видите То есть вступил в банду Рассказал вам Про админов Про баны Про варны Может даже сами админы Что-нибудь Выберут для себя Да И не удалять аккаунт А допустим просто банить Просто помогать игрокам Это будет намного лучше Ну а на этом я заканчиваю Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал С вами был Барон Всем удачи И всем пока